В январе 1940 года, и случилось это, кстати, аккурат, в русское Рождество, 7 января, взволнованный человек распахнул дверь своего голливудского офиса и, не раздеваясь, крикнул секретарю «Хватай ручку и записывай! Это лучшая песня, которую я написал! Лучшая песня, которую вообще кто-то когда-либо написал!» Лучшая песня, которую вообще кто-то когда-либо написал. Это было, конечно, громко сказано, но тем не менее, человека, сделавшего столь дерзкое заявление, звали Ирвинг Берлин. Перед Второй мировой войной он был одним из самых успешных голливудских авторов. Берлин писал не только музыку и тексты к песням, но и продавал режиссерам идеи музыкальных фильмов. Песня, текст которой он, не снимая пальто, диктовал секретарю, предназначалась как раз для одного из таких фильмов – «Holiday Inn». В афишах Берлин был указан как автор идеи. Для этого киномюзикла он взялся сочинить 12 песен про праздники, которые отмечают в Америке. 11 были написаны быстро, а вот песня про Рождество далась ему тяжелее всего. Дело в том, что в жизни Ирвинга Берлина рождественский день 25 декабря был очень печальной датой. В Рождество 1928 года умер его сын, не проживший месяца. Берлин не мог не вспоминать о его смерти, когда работал над «White Christmas». Наверное, именно поэтому он написал песню, которая, в отличие от других рождественских композиций, вызывает у людей не только радостные эмоции. Многих она заставляет тосковать по родине, вспоминать умерших родителей и далеко от живущих родственников, сожалеть об ушедшей молодости или утраченной любви. Публика впервые услышала «White Christmas» на Рождество 1941 года. Популярный певец и киноактер Бинг Кросби исполнил ее в радиопередаче «The Craft Music Hall», которую вел на NBC. В мае 1942-го Кросби сделал первую студийную запись «White Christmas» в сопровождении ансамбля Кэн Дарби Сингерс и оркестра Джона Скотта Троттера. Она была включена в пластинку с песнями из фильма «Holiday Inn», изданной в июле того же года. Ну а дальше, дальше песня получила Оскара и началось ее победное шествие по странам и континентам. В течение 55 лет «White Christmas» считалась наиболее продаваемым синглом в мире, пока по этому показателю ее не превзошла песня Элтона Джона «Candle in the Window», посвященная принцессе Дайане. Перечислить всех музыкантов, которые записывали кавер-версии песни «White Christmas», ну, просто не представляется возможным, так как подобных попыток на самых разных языках было предпринято более 500. В числе исполнителей композиции значатся Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, The Drifters, Боб Марли, Шер, Барбара Стрейзанд, Отис Рэдинг, Нил Даймонд, Бой Джордж и многие-многие другие. Ну а причем же здесь старинный сибирский город Тюмень, который я упомянул в предисловии к этой истории. Дело в том, что автор самой знаменитой рождественской песни там родился. Настоящее имя Ирвинга Берлина – Израиль Моисеевич Бейлин. Он был сыном кантора Тюменской синагоги. Чудны дела, Твой Господи. Еврей из Тюмени написал самую популярную песню о католическом Рождестве и сделал это в день Рождества Православного. Вот такая музыкальная история. Сегодня в нашем эфире главную рождественскую песню Америки исполнит австралийская певица и актриса Дельта Гудрам. Кстати, это самый, наверное, свежий кавер на знаменитую песню Ирвинга Берлина. Субтитры создавал DimaTorzok